Огромное спасибо тем, кто в это воскресное утро все-таки нашел в себе силы и дошел послушать выступление Женсовета по информационной безопасности и посетить последний день конференции. Я буду рассказывать о безопасности личных данных сети интернет, работаю в замечательной команде информационной безопасности ВКонтакте и начну с чистосердечного признания. Я немного волнуюсь, и это мне скрыть, скорее всего, не удастся, но вот о том, что стоило бы утаить в сети, и будет наша дискуссия. Современного человека довольно сложно представить без различных мессенджеров, адресов электронной почты, социальных сетей, лайков, репостов, заказов такси, еды, выслеживание бывших по лайкам, прохождение марафона желаний, знакомств. И мы порой так увлекаемся, что сами оставляем о себе слишком много информации в сети и становимся привлекательным объектом для злоумышленников. Кто-то точно знает, что вы делали прошлым летом. Почему? Ну, потому что сами рассказали. Или же, например, мама молодого своего ребёночка не задумывается и выкладывает голые фоточки в сеть, а в дальнейшем это может привести к буллингу среди сверстников, и для этого совершенно не обязательно быть ребёнком каких-то знаменитостей, чей аккаунт ведёт бабушка или какой-то другой родственник. А также сами выкладываем свои шалости, детские глупости. Потом, спустя какое-то время, это всплывает. И, ну, в лучшем случае, лёгкий стыд или испанский стыд, или вообще препятствие для карьерного развития. Кому в целом интересен профиль? Конечно, лично вам, как архив воспоминаний, ваша визитная карточка, вашим подписчикам, друзьям, знакомым, одноклассникам, давним знакомым и только тем, кто хочет познакомиться. Всё безобидно вполне на первый взгляд. Коллегам тоже, которые проявляют интерес к вашей информации неслужебной. Сюда добавляются HR-специалисты, которые просматривают профиль при приёме на работу, сотрудники службы безопасности, упаси бог, правоохранительных органов, ну и, конечно, всякие злоумышленники, недоброжелатели, завистники и так далее. Что им расскажет ваш профиль? Информацию о возрасте, увлечениях, круге общения, профессии, уровне благосостояния, семейном положении и наличии детей, политических и религиозных взглядах, частых местах посещения, местах работы, учёбы, месте жительства, периоды отсутствия дома, те самые счастливые билетики в отпуск или же на мероприятия, вместо вас на которые могут ещё и пройти, контакты, дополнительные социальные сети, адреса, телефоны и так далее, ну и особенности поведения и реакций. Например, участившийся постинг о своей замечательной жизни, плюс грустные песни, цитаты, приправить это парочкой постов о том, какой же бывший нехороший человек, как он плохо поступил, и, пожалуйста, к вам выезжает принц, но не на белом коне, конечно же, а с целью втереться в доверие и заполучить какие-то ваши финансы. Если со злоумышленниками всё плюс-минус понятно, то есть случаи, когда мы сами вообще без чьей-либо помощи можем себе навредить в сети. Кейс номер один, назвала я его «Не в ту дверь», я не про вечеринку сразу говорю. Здесь история о том, что сотрудник одной организации был подписан на паблике радикального характера. Это обнаружилось, было заведено служебное расследование и с последующим увольнением этого сотрудника. Как выяснилось, ранее он подписывался на каких-то котиков, на развлекательный контент, на мемасики, но в дальнейшем паблики были перекуплены и переиспользуются. О чём это говорит? О том, что нужно периодически проверять свои подписки, относиться критически к проходящему контенту, жаловаться на неприемлемый контент. Я как раз говорю о том, что жаловаться — это хорошо. Даже писать заявление, если кажется, что это бессмысленно, никого не найдут, — это тоже хорошо. Это стоит делать. Об этом мы ещё поговорим. Кейс номер два. Начальник замечательный. Лайки, комментирование постов, где высмеивается руководство, какое оно некомпетентное, плохое, начальник вообще арбузер, неприятный человек, работать просто невероятно сложно. Пожалуйста, а начальник в друзьях. Это всё попадает ему в рекомендациях. Но, понятное дело, это не будет являться причиной для увольнения. Но поводом для серьёзного разговора вполне. Разговор, скорее всего, будет и неприятный. И уменьшение лояльности руководства. Кейс номер три. Размещение информации служебной или информации, составляющей коммерческую тайну в сети. Здесь уже риск лишиться не только работы, но и вообще свободы. Да, Наташа? Ну, я тут много заостряла внимания на социальных сетях, а только ли они так опасны? Ответ очевиден. Конечно, нет. В различных мессенджерах мы тоже публикуем лишнюю информацию или получаем и пересылаем фишинговые ссылки. Там, не знаю, перешли пяти друзьям, иначе ты умрёшь. Или поделись невероятными ссылками на скидки на Nike, там, получить всего кроссовки за 500 рублей. Завертелось, закрутилось, денежки ушли. Также сейчас набирает обороты схема мошенничества, представления в мессенджерах каким-либо авторитетным человеком для вас, например, руководителем, который просит переслать служебную информацию, либо же перевести со счета компании деньги куда-то, ну, вот по отправленным реквизитам. Дальше переписка удаляется. Всё, что нужно, он получил. Нужно ещё попробовать найти и доказать. То есть здесь нужно как бы быть внимательнее. Различные доски объявлений, где тоже много мошенников, схемы достаточно известные. Чаты дымовые, где тоже может подстерегать злоумышленник. Сайты знакомств, где предлагают купить билеты на несуществующие мероприятия, либо же перейти в другие каналы для общения и собрать дополнительную информацию о жертве. Также службам доставки известна информация о ваших предпочтениях, о ваших адресах, о каких-то периодах, возможно, отсутствия, когда вы чаще всего делаете заказы. Курьер доступно, если он достаточно наблюдательный, работает на одном районе, в одном районе может заметить, когда ребёнок принимает заказы один, и, соответственно, родителей дома нет. Здесь уже угроза физической безопасности. Плюс различные игры, при этом тоже подвержены дети, когда мошенники пытаются тереться к ним, в друзья добавятся, предложить им сфотографировать маму, отправить карточку мамы, зайти в её банкинг, перевести денежки. И, в общем, обманывают деток, а потом сумма довольно крупная. В общем, адрес с электронной почты, кстати, клад вообще информации для злоумышленника, потому что там, помимо всякого спама и поздравлений с днём рождения, ещё и привязка к различным аккаунтам и персональные данные, которые самостоятельно отправляются, например, при приёме на работу HR сотрудникам, либо при оформлении визы или страховках. Лучше, конечно, отправлять в архиве с паролем, всё понятно, и периодически чистить почту. В общем, угроз огромное множество. В сети, понятно, их ещё больше. То есть получается вообще ничего не выкладывать, сидеть с котиком на аватарке под именем Иванов Иван Иванович или Анжелина Джольевна. Ну, понятное дело, тоже нет. Стоит руководствоваться всегда здравым смыслом. Сеть место для общения, обмена информацией, поиском этой информации, конечно, для самореализации. Я вот в далёком уже 2008 году мечтала много проводить времени в интернете, переписываться ВКонтакте и получать за это деньги. Но в общем-то и целом, так или иначе, у меня это получилось. Я думаю, получится и у всех остальных. Давайте перейдём к тому, что точно не стоит делать. Это открывать любые сомнительные ссылки, выкладывать свои персональные данные, фотографии или сканы паспортов, любых других документов, сертификатов о повышении квалификации, рождении детей, свидетельства о разводе, браке и так далее. Выкладывать информацию, которая может компрометировать вас в дальнейшем. Выкладывать одинаковые фото везде, то есть одинаковые аватарки, одинаковые посты. Почему? Потому что, как правило, аудитория одна и та же. Это уже, честно, никому не интересно. А во-вторых, не облегчайте злоумышленникам тот самый поиск по фото. Выкладывать свои периоды отсутствия также не стоит. Это те самые билетики, лотерейные, мероприятия, отпуска и так далее. Постоянно увлекаться и делиться геолокацией. Выкладывать кодовые слова, которые вы используете, то есть девичья фамилия вашей мамы или кличка любимого питомца, или же любимый автор и так далее. Ну и, конечно, все на блюдечке, то есть все в одном месте, все пароли явки, все свои другие дополнительные контакты, соцсети, адреса, номера телефонов и так далее. Что стоило сделать? Это базовые правила, известные всем, но я все равно их повторю. Это пароли использовать, сложные, не использовать одинаковые везде, периодически их менять, обновлять программное обеспечение, но все-таки разработчики для кого-то же стараются, настраивать двухфакторную аутентификацию, или же там в контакте можно настроить ванпасс, пользоваться настройками приватности, чистить сообщения и почту, периодически проводить ревизию подписок, всегда относиться к происходящему критически, особенно к входящим эмоциональным просьбам. И, конечно, раз у нас здесь профессиональная аудитория, это регулярно проводить обучение для своих сотрудников, рассказывать им о новых схемах, но не только о новых, но и напоминать о старых схемах мошенничества. Почему? Потому что все новое – это хорошо забытое старое. Ну и, конечно, научился сам, помоги другому, научи своих близких, особенно детей, родителей, которые, может быть, не столь продвинуты в сети. У меня все, передаю микрофон следующему. Спасибо за внимание, надеюсь, было полезно.